Либо пан, либо пропал. Игроки Волги и Промерсовской Айманов в предпоследной туре чемпионата Ульяновского по мини-футболу практически были лишены выбора. Шансы на чемпионство им сохраняла только победа над лидером в Суперлиге Мобирейтом. Этим коротким спичем главный арбитр встречи Александр Пронин задал высокую планку ответственности всем участникам поединка. Но с первых секунд полетели искры. Судейская бригада фиксировала фолы один за другим. При этом нарушением правил грешили обе стороны. У нас не было другого выхода, как только побеждать. Поэтому мы не уступали ни на одном участке поля. Первыми от нарушений правил пострадали волжане. Уже на четвертой минуте встречи лучший бомбардир чемпионата Вячеслав Прибылов мастерски исполнился шахной. Его удар под штангу был таким сильным и точным, что голкипер Волги Константин Баранов и глазом не моргнул. Не прошло и минуты, а Прибылов снова принимал поздравления. Выиграв силовую борьбу у Рената Саддинова, сильно бить не понадобилось. Форвард аккуратно перекинул мяч через Баранова. 2-0 уже к пятой минуте. У нас был изначально настрой на спокойную игру, но Волга маленько своим напором переломила темп. Они пошли в прессинг, в связи с этим мы их поймали на контратаке. Соответственно, забили два гола. Но потом маленько игра сложилась в другую сторону, и они уже стали больше прессинговать, а мы стали играть не в свой футбол, а стали фалить. Эти фалы вышли мобирейту боком. Сначала со штрафного отличился Денис Рахманов. Его удару не помешали ни внушительные стенки из трех игроков мобирейта не дал кипер Вадим Ильичков. А потом у оранжевых случился перебор нарушений, и волжане получили право на дабл пенальти. Иван Кузнецов, лучший бомордир промресурса, пробил точно девятку и сравнял счет. Почти тут же свой дабл заработал Мобирейт. Его доверили бить Прибылову, но он проиграл дуэль Баранову. Этот вратарский подвиг погнал Волгу вперед, и она в свою очередь заработала еще один дабл пенальти. Иван Кузнецов, как и в первый раз, пробил точно и мощно. 3-2. В пользу Воги – перерыву. Без валу, пацаны. Давайте сейчас, смотрите, у нас мяч у нас. Мы позиционная атака. Катаем, катаем, потом обыгрыш. Все. Вторая половина встречи получилась еще жарче первой. Для разогрева Мобирейт результативно разыграл угловой. Партнеры идеально вывели на удар Виктора Злыбрева. Опытный форвард также идеально пробил прямо под штангу. Волга ответила красивой стеночкой Дмитрия Рахманова и Радика Хайрулова. И снова Волжане впереди. 4-3. Но Мобирейт не был бы лидером, если бы не его чемпионский характер. Известно всем, что Михаил Каширин забивает по большим праздникам, но это был как раз именно тот день. Для футболиста это второй год в нынешнем чемпионате, но такой важный. После чего Ренат Садинов нарушил правила в стоять штрафной, а Вячеслав Прибылов с пенальти не просто оформил хет-3, а вывел Мобирейт вперед. 5-4. И вот тогда команды едва не сошлись в рукопашной формате стенка на стенку. В результате судьи зажгли красные каточки перед галкипером Волги Константином Барановым и нападающим Мобирейта Андреем Злыдревым. Я считаю, что это неправильно, потому что спорт является спортом. Но вот эти эмоции, которые, так сказать, у двух лидеров вот сейчас столкнулись и получилась такая ситуация, но она не красит футбол. Но в этой игре, вот смотря по накалу, я думаю, она была неизбежна на самом деле. Потому что и те, та команда, и мы играли прямо на последнем. Оставшиеся две минуты команды провели в высеченных составах. Ренат Саддинов, хоть и надел свитер вратаря Волги, успел сравнять счет после затяжного натиска своей команды. Апогея игра достигла на последней минуте. Снова перебор полов у Мобирейта, снова дабл-пенальти, снова дуэль нападающего Ивана Кузнецова и долгкипера Вадима Новичкова. Успел подумать, наверное, о том, что немножко все-таки профессионализма не хватает. Нау команда хорошая у Волги, помочь им, готовы все, но тяжело, просто тяжело. Свисток судей, короткий разбег и мощнейший удар, который на себя приняла Перекладина. Ее звон словно фанфары, но гереть чемпион. Мы бились до конца, я думаю, и тренера нам сказали спасибо за игру, и мы сами понимаем, просто нам чуть-чуть не подфартило. Точнее, мне конкретно, я чуть подвел коллектив, не забил последний доволок. Подобных упорных матчей в 17-м предпоследнем туре чемпионата набралось еще два. Вертер очень стремился к своей первой победе в сезоне, но все же уступил контактору 5-6. Кристалл в своем последнем матче чемпионата выложился по полной и одолел авангард 2-1. Симкор в матче против Симбирска трижды вел в счете и даже выиграл первый тайм, но на вторую половину его не хватило. В итоге горожане победили уверенно 7-3. Также уверенно, похоже, в списке бомбардиров побеждает и Вячеслав Прибылов из Мобирейта. У него уже 26 мячей. Ближайший преследователь Андрей Манышев из Симбирска отстает на 5 точных ударов. Остальные конкуренты еще дальше. Перед заключительным туром Мобирейт сохранил пятиочковое преимущество над Волгой и обеспечил себе чемпионство. Волжане, в свою очередь, хоть и сохранили вторую позицию, но всего в одной победе ниже расположился Симбирск. Заключительный тур лишился золотой гонки, но серебряная еще актуальна. Если Волжане уступят авангарду, а Симбирск победит по году, то команды поменяются местами в турнирной таблице. Случится ли это, узнаем ровно через неделю, 18 марта, когда пройдет заключительный 18-й тур чемпионата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова